здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел интересный вопрос сколько раз можно венчаться один закрываем но новом жизни сложнее установлены господом богом и ориентиров и бывает кто-то из супругов погибает или просто тебя бросает или ты бросаешь есть даже канонические аспекты церковного брака которые совершенно легитимно разрешают тебе развод не обязывают на разрешают как измена допустим или сделан аборт без ведома мужа из его желания ищет нас несколько моментов поэтому конечно что бог сочетал человек да не разлучают и я другому адана буду век ему верна такой простой принцип взаимоотношений муж жен жить надо после венчания вместе до скончания века в богатстве здоровье легко было конечно любить и терпеть попробуем любить терпеть в других жизненных обстоятельствах или когда у тебя какие-то романтические чувства вдруг возникли какой-то другой фигуре и ты не решил все их задушить на корню брак распался пьянчаный что делать развенчивание такого не бывает вам даже нас личной лавки могут сказать или что-нибудь монахини вам надо развенчаться но уж миряне уж тем более сплошь и рядом только это слово используют нет никакого развенчивания особенно церемониально нет брака нет благодати все благодать который тебе и спрашивал священник во время венчания не имеет объекта действия нечего развенчивать это брак улетучился но вдруг к один человек или другой или оба разъехавшись разошедший не в силах брак установить снова хотят жениться или выйти замуж или уже даже вышли может даже детей родили и решили повенчаться что делать развенчивание как и сказал уже нет но есть такое понятие как благословение на повторный брак и надо собрать документики паспорт свидетельства разводе венчание писать заявление идти в епархию по месту жительства чтобы архиерей рассмотрел вашу просьбу и решил дать вам разрешение венчаться повторно или нет может и не дать если ты был причиной развода то может и не дать если ты пострадавшая сторона думаю здесь вас ждет успех но венчать вас будут чинопоследованием для второбрачных но менее торжественное преисполнено уже покаянных мотивов но опять же еще одно но если допустим девушка на которой ты повторно женился никогда до этого не была замужем никогда не венчалась ради ее тебя могут повенчать повторно первым чином обыкновенно торжественно всем для нас привычным но бывает опять что не сложилось смерть вдовством развод измена что делать новая любовь новая семья третье венчание опять собираешь документы опять и спрашиваешь у архиерея благословения и в принципе не это последование третье венчание тебя просто благословляет епископ или священник благословение епископа на супружескую жизнь опять же если твоя третья супруга или третий муж никогда не был венчан то ради него мог же быть какое-то снисхождение вообще третий брак это вообще снисхождение такое серьезное вообще не норма вот а четверто это безобразие тоже беззаконие никто тебе ничего не даст никто те венчать не будет разве только что совсем уже с нарушением каких-то правил но боюсь священника на следующий день просто исторгнуты сам так что и не лезьте четвертый брак вот живите себя спокойно христиане молитесь причащайтесь бога приспрашивать и благословения все будет хорошо но 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 что же на жизнь так должна сложиться что же за характер у тебя интересный поэтому венчаться надо один раз и все тяготы семейной жизни притерпеть до конца болеет пьет лечить читать как выходить из таких обстоятельств не бросать сразу человека как только не соответствует твоим мечтами представлениям о том каким он должен был бы быть на и чего то это все перемена мужей как перчаток не христианский поступок и ты ищешь постоянно праздник своей жизни брак это не праздник брак это средство достижения спасения должен учиться одного человека любить так должен был бы любить весь мир хотя бы одного научись это школы и смирения и терпения любви и заботы и сострадания самопожертвования это серьезный труд если ты на него не настроен если ты ждешь только эмоций это начало конца поэтому выбирая себе супругу или супруга хорошенько посмотрите разузнаете взгляды на жизнь на брак я вас уверяю можно разузнаете можно понять то чек хороший но всеми лучше с ними создавать но кто же попал такую такие обстоятельства не огорчайтесь бог вас не оставил нет вернулся живи добродетельно твори добро все будет хорошо внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео